Для тех, кто это организует, это много работы. И я был одним из организаторов, меня и Януша Тополсаев выбрали на то, чтобы мы организовывали эту конференцию. Наверное, не будет даваться много деталей, как это происходило. То есть, когда это два года израильный, это был европейский, европейский был, так что у нас соперники Иерусалима, Бухареста и Сапона. Так что нас выбрали, мы были рады. Потом пришел отличный момент работы, создавал очень большой комитет, чтобы заботиться о всех этих задачах, связанных с организацией, конференцией. И также надо составлять бюджеты, договоры с гостиницами, кораблями и тому подобное. Также работать с представителями профессиональной организации, с СССР, с организационным комитетом и с представителями комитетов. Я буду говорить большей частью. Большей частью из Лондона и Дина Картавиев, приятной сельской женщиной, с Вещевской технологией. То есть, они работали сами по себе. У них был собственный программный комитет из достаточно известных ученых. Они получили 292 статьи, там было три круга рецензии. В первом ходе все получили подарки рецензии, те, которые пошли дальше, получили больше. И члены комитета встречались лично в течение полутора дня в МАИТИ, в МАИТ-середском муниципе технологии. И там они обсуждали, какие статьи брать. В конце концов, они взяли 40 статей, 10 областях. Это список тем, названий сессий. Но, опять же, я не буду ходить сквозь этот список. Тем более, что, опять же, это более специализированная технология. И весьма часто, мне так кажется, что состав каждой сессии, то есть, в каждой сессии было 4 статьи, происходил с очень искусственным. То есть, наоборот, каждую сессию публиковать то, что статьи могли быть, как к другому, скомпонованы. И я не буду вдаваться в детали, но, в моей личной зрении, тоже выбор. Глав председателем программного комитета сказывается на том, какие статьи взяли. Один из, одной из сопредседателей комитета в этом году была Дина Картаби. Она исследует беспроводные коммуникации. Это ее область, так что на комитете было много людей в этой же области. И не удивился, что-то немного статей. Ну, и статьи достаточно интересные. Так что я сегодня, наверное, не буду говорить не только проще программы. Невозможно, потому что каждый из научных работ рассказать. Я расскажу по несколько. Неудивительно, что, наверное, самые такие, которые я нашел, интересны. И не буду отваться в технические детали, а только главная идея. Они, наверное, были как раз этой области. Так что я эти статьи, которые в сессии переименовал, перекомпоновал такую виртуальную программу. Так что это не так и не назывались. Беспроводатель имеется какое-то беспроводным в общество. Не боясь, что это можно сделать. И первая статья была как раз из насочетательской статусной технологии. Сейчас вот на линии FDL-1. Соб-проблему, которую мы рассматривали здесь. Что в настоящее время нельзя напрямую передавать сигналы с подводным объектом воздушным. Например, если подводная лодка хочет передать какой-то сигнал самолета, или, наоборот, самолет разбивается, падает поздно, и хочет подать сигнал SOS, то это не вартотехнические сейчас делать нельзя с сущими технологиями. И это просто и потому, что если мы не захотим использовать радиосигналы, как и используются в повседенной жизни с нашими телефонами мобильными, то радиосигналы быстро слабеют, например, в воде. Если же использовать акустические сигналы, которые сейчас используются для подводных коммуникаций между подводными лодками, то этот акустический сигнал, когда поднимается и выдавится поверхность, он отражается, и, соответственно, самолет его не услышит. В этой статье есть подводный динамик, акустический сигнал, акустический сигнал заставляет поверхность воды колебаться, и радар, который расположен на самолете, посылает радиосигнал, который отражается от поверхностей, и этим образом измеряет вибрацию поверхности, и этот сигнал передается на самолет. И чуть-чуть больше деталей, то же самое, когда передают радиоволну на поверхность, динамик подвода передает фактический сигнал, который смещает воду на поверхности, амплитуда колебания порядка микрометров, то есть такое, прийти тяжело, но угол может быть достаточно большим, 7 градусов, как они в этой статье, и они как раз использовали радар, который измерял изменение угла. То есть это такая статья, которая представила идеи, я, наверное, дальше рассказывать про то, как они это сделали, не буду, но для конферентированного уровня это недостаточно просто представить идею, надо представить достаточно большое убедительное доказательство, или серию доказательств, что на самом деле это может работать. И в данном случае они посмотрели, отвечая теоретический вопрос, может быть доработка в присутствии волн, если они не делали фитерацию по частоте, там немножко не совсем это прямолинейно, то есть у них какие-то там были идеи, как это сделать. А во-вторых, они главный построенный прототип, то есть это тоже, да, весьма часто ожидание в современной науке в моей области, что что-то делать, какой-то прототип, с ними экспериментируешь, то есть они сделают в аквариуме, а потом в бассейне, там, где обыскались павцы, то есть вон в Ленинкеанские, но какие-то волны были, и это работа. С точки зрения скорости передачи они добились несколько десятков лиц в секунду, что, в принципе, хорошее достижение, потому что это как раз те же самые скорости передачи, которые сейчас используются для подводных коммуникаций, между теми же подобными лодками и прочими подобными объектами. И, конечно, это научная статья, то есть это никакой нибудь продукт, который можно уже подавать, то есть рядовой, агрессивной, перспективной науки, горизонт обычно дальше, там, 10 лет, 20 лет, когда это может быть произведено в коммерческом порядке. Вот, и здесь, конечно, есть ответы на вопросы, потому что они не показали, как будет работать в настоящем океане, с большой глубиной, если идет дождь, и там волны создаваемые дождем похожи на то, что создает технический сигнал. То есть вопросы останутся, но, в общем, в целом, это такая интересная идея. Какие вопросы есть? Вы можете прервать, если очень-очень не спросите, потому что насыщенная не будет. Другая статья, она тоже из MIT, кстати, с группой, тоже самое, Динкатами, и у нее вопрос, вопрос, который в статье был в коне, возможно, нам, простым людям, которые не могут видеть сквозь техничные и прочие стены, видеть людей с другой стороны стены, даже как вот этот эффективный персонаж из американских комиков. На самом деле, у них уже была предыдущая статья, на той же самоконференции, кажется, пять лет назад они показали, что да, на самом деле, это вообще даже возможно, и работает. То есть, как это работает, что со своей стороны стены ставится ряд контентных рефи, они передают сигнал, который проходит сквозь стену, отражается от человека, который стоит на той стороне стены, и он возвращается обратно в комнату, где находимся мы, и можно это замерить. и в результате мы можем видеть, вот есть такая точка, где находится человек. То есть, есть еще один человек, и это тоже можно померить, и определить, вот вторая точка поставляет еще одного человека. Если это уже было сделано раньше, то, что это люди не точки, и когда для всех разных приложений интересно понять, что человек делает, он сидит, ходит, стоит, и тому подобное. То есть, в этой статье задача была задача была поставить людей, вот это приложение, которое можно видеть на экране, которые, если заметить, что происходит за стеной в другой комнате, то ставить людей в виде таких трехмерных скелетов, и, соответственно, можно потом будет посмотреть сами, думаю, если есть желание, но, в принципе, что вы не увидели, что вы не видели, в принципе, там была такая заставка, они не виделись, и щелкнуть на слайд, то есть, люди в комнате ходят, и, соответственно, эти трехмерные скелеты ходят совершенно на экране, на экране, на экране того, кто смотрит сквозь стен. А с точки зрения, с точки зрения, как одни, что они хотели достичь, они, соответственно, получали радиосигнал, и задавали сигнал пытались восстановить, восстановить тело человека, почитаем, почитаем, на вечеринке точек, в голове, шее, плечам, октям, кистям. И, конечно, проблема-то в том, что, когда сигнал проходит, отражается человеческое тело, он летит в эти стороны, часть из этих, часть сигнала проходит обратно, часть отражается потолку, что-то отражается пол, то есть, получаешь неполную картину, они измеряли, боролись с этим, измеряли радиосигналы в течение времени используя нейронную сеть, чтобы понять, где человек. Более детально они использовали два типа сетей. Первая, она определяла, сколько человек находится в комнате, и второй тип сетей, уже, или сеть второго типа, фокусировалась на каждом приемном человеке, пытался понять, что человек сидит, ходит и там потом. Эти сети были тренированы в лабораторных условиях, модели, стоящие там с датчиками, но сама операция в реальном времени, она уже производилась с другими людьми, и абсолютно не с такими там обманами, на то же самое конференции. подопешки авторы этой статьи тоже построили стену с картонных коровок, и каждый желающий мог ходить, и все могли проверить, что на самом деле все так и работает. опять же, с темой измоти, теперь сотрудничество с Гарвардой, она уже на медицинскую тему, то есть, задача здесь, задача здесь, то, что взять и поместить миниатюрное устройство, миниатюрное медицинское устройство в тело человека, то есть, это можно, например, быть просто какой-то сенсор, который проглочен человеком, что вы измерили, что происходит внутри, это может быть стимулятор, который помещен в мозг, стимулирует такую деятельность, или может быть даже таблетка, которая не сразу распространяется для человека, у нее есть какое-то запрямированное расписание, когда и какое количество лекарства должно быть выпущено внутрь тела, и такое весьма разумное принятие, которое они предположили для своего проекта, то, что в этом устройстве не должно быть батарея. должно быть батарея, и, соответственно, нужна энергия, во-первых, чтобы это внутреннее устройство заработал, что, не знаю, появилась энергия, и то, чтобы это устройство могло получать и передавать данные. То есть, с точки зрения коммуникации, это не столь уж и новые задачи, нерешимые, потому что есть такое energy harvesting, или урожай, урожай энергии. То есть, в принципе, когда энергия передается радиосигналом, то его можно только отражать, но его можно поглощать, использовать для разных целей. Конечно, не все поглощается, но это весьма возможно и используемо. такой типичный термин английского is backscatter communication. Так что это ремоги можно получить и использовать для передач. В этом ничего особо такого не было, но проблема в том, что в отличие от наших обычных радиокоммуникаций, в воздухе, часть энергии, которая попадает в тело, снаружи, отражается. Так вот, в предыдущей статье определяют трехмерные скелеты. А во-вторых, когда даже та часть сигнала, которая идет внутрь тела, она начинает сразу быстро терять энергию и слабеть, и к тому же еще отражаться и тому подобное. Чтобы это устройство внутри тела заработало на достаточно высокий уровень энергии, и он недостаточен, чтобы это сделать с единственной антенной. То есть можно пытаться увеличить энергию передаваемой антенной, но на самом деле не очень помогает потому что это может увеличить силу это выключение для нездоровых уровней. То есть решение тоже достаточно стандартное передавать сигнал, передавать этот сигнал из разных радиопередатчиков. Это весьма часто используется, то есть передается сигнал так синхронизированным образом, что сигнал фокусировался в нужном месте. Амплитуды всех индивидуальных сигналов совпадали и получился более мощный сигнал. но опять же внутри тела энергия отражается и тому подобное. То есть вместо того, чтобы сигнал дополнял, он просто заглушает и устройственно заработает. все потому, в отличие от воздуха передатчики не знают какое состояние этого беспроводного сигнала. Так что они сделали, у них такая хитрость, было выделение решения, они просто передавали сигналы с небольшим двигателем работой. Я не буду говорить про другие всякие детали, то есть достаточно много математики и подобное. как сказать, главную идею, я закончил про эту статью этим слайдом, потому что здесь они экспектировали не только с баночками живтости, не только со сленины из магазина, они также экспоментировали настоящую свинью. Да, скормили свои устройства свиньи и даже проделали какую-то операцию, чтобы поставить такое устройство свиньи. Вот. На этом я закончил такой обзор первой сессии, такой виртуальный сессий, который я сам создал из этих трех статей. И я ее назвал «Большинство беспроводов». Понятное дело, «Большинство заканчивается», когда начинается инженерия и технология. То есть следующие статьи, которые я буду говорить, они тоже на эту же беспроводную тему. Я ее назвал «Учить собак новым трюком». То есть на самом деле статьи интересные, но мне кажется, менее научно-фантастические как первые статьи, которые я уже представил. И первая старая собака, которую хочу рассказать, это же статья Незаматия, за университет Иллинойс и Убани-Шантейн. В фронтаре Четхури. Здесь старая собака это противошубные наушники. И как они работают, в текущем варианте что здесь наушки, когда шум доходит из своего источника к наушнику, есть микрофон внутри наушников, он этот шум подбирает, обрабатывается этой цифровой микрофон схемы, потом динамик генерирует противошумный шум, так, чтобы шум, синий шум, он бы взбивался противошумовым сигналом и, соответственно, это уже поступает в качестве комбинированный сигнал шума и противошума поступает в ухо слушателю и можно жить более спокойно и не тревожили музыкой и газонокосилками подобным то есть вопрос, который они спросили можно сделать это еще лучше если хорошая противошумная наушник а можно еще сильнее заглушить внешний шум вдохновение они получили природы это гром и молния так что когда мы видим молнию и мы не любим шум грома то у нас есть достаточно время закрыть мальчик уши руками и то же самое используется в этом выходном решении то есть возьму еще одно устройство поместим его скажем пару метров от слушателя в сторону источника шума когда устройство слышит этот аквистический сигнал шума это устройство использует радиосигнал быстрее и дать наушники так что у нас будет больше времени подготовиться какой акустический сигнал приступить наушники и можно его более так по умному обработать можно даже докататься какой рода шума это там мужчины и женщины говорят и можно понять что они там меняются ролями и какие у них голоса и можно это тоже использовать в качестве дополнительных таких средств улучшить качество опять же я не буду сдаваться все детали как конкретно они делают здесь просто приведу один слайд с результатами регуляции то есть сверху здесь зеленая зеленый зеленый зеленые наушники принять зеленая линия представляющих наушников они показывают как хорошо и вырушают шум стандартные коммерческие наушники от база которые я про это не говорил они спешат шум благодаря противошумному физическому сигналу из-за этого из-за материала который добавляет из-за материала будет хуже особенно при более высоких частот то что сделали авторы этой статьи синяя линия они в этом диапазоне влажном диапазоне для то что мы слышим для звука который мы слышим они значительно получили качество работы этих наушников текущие 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 этот кусочек чистового диапазона используем наших коммуникаций и этот спектр очень сильно уже использовал и возможности растению особо не они эксперимен на родину идея была порядка нескольких метров подошли это будет как раз то есть они все представляли для тех усадишься и ложь кладешься это устройство перед собой на краю стола это в метр и в меньшем методе опять же хорошая наука не та которая отвечает на все вопросы которые показывают направление то есть здесь другой вопрос что происходит например с окружающим шумят не только например как они показывали из коридора напротив твоей или там после травы газа накосилкой перед домом хорошо можно христи всех сторон тогда вариация для идеи было поставить три устройства вокруг задача становится более тяжелой не только если что надо координировать между ними устройствами наушниками но принцип остается тот же то есть наверное можно конечно еще есть проблема в том что нужно дополнительное устройство то есть самая сеть не так удобно как с наушниками если конечно источник шума находится между устройством и наушниками то это же помогает здесь есть смысл в том что устройство находится на пути то есть ближе не обязательно на пути но ближе ближе к наушникам чем ведь наушники ближе к этому устройству чем источник шуму и да и из мы смотрим частотный спектр то уличная частот 20 герц и больше есть немного где поздно достаточно широкий людей думает что это вот и раз будущее для того чтобы использовать для красных для красных коммуникаций например в этом диапазоне можно передавать сигнал на уровне десятков гигабит в секунду проблема в том что этот сигнал очень уязвить в том смысле что если рехи может пройти сквозь стен не можно использовать для того чтобы видеть человек сквозь стороны стены такими технологиями называется миллиметр полновыми технологиями достаточно поставить руку на пути сигнала и сигнал и вы как можно ставить другой стороны просто на способность и большая и поэтому предлагается что мы использовали с красных коммуникаций между между машинами и виртуальной действительностью особой статьи в этой статье рассматривался вопрос как мобильные устройства могут использовать технологии что подсоединить то есть проблема в том с этим сигналом что он не может станет повсюду иначе энергии будет лучше должен быть достаточно право как карандаш здесь карандаш станции есть карандаш клиента у телефона и они должны быть ориентированы том же самое направлении чтобы коммуникации на этой кроматной скорости могла исходить конечно и на решение в квадрате на имя решение что и клиент и и клиент и станции они просто будут сканировать возможно позиции позиции для этого луча и тогда сложность этих вычислений будет это слишком медленно для практических практических текущем стандарте делается по-другому то есть танцы ничего свой луч никуда не крутит она его держится на цена направлении только клиент телефон который своим карандашовым лучом сканирует n возможных позиций тогда в этом случае это будет приблизительно на уровне n измерения но это по-прежнему слишком нет что они предложили они предложили передавать не один набор лучей каждый момент времени и тогда задача задача ориентация текущей станции клиента не линейных уже логарифмической и это сильно помогает то есть например для всех измерения было меньше чем миллисекунды для них чтобы сложить ключей правильно для 256 возможных значений у них выгодно стандартного 300 раз стандартного решения только одна я все таки закончен на все время идет я наверно закончил расскажу про статьи на этой по подкресенье на одной статье на тоже большую часть это не абсолютного новой статьи главной недели технологии есть такое понятие на передача 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 которого есть низкий контент третий антенни передают сигналы нерависим то что не передаем резко выделили комбинации тиркнуть сигнал идея в том чтобы сигнал корона приходит пользователю один он он сочетание двух сигналов ходящего из передача передача 2 такой что тоже приходит риск то что предназначен для получателя 2 1 полностью сбивается сигнал 7 7 на 1 . 1 полностью выживает противоположная картина получать получать или 2 там сигнал предназначенный для пользователя заглушен сигнал для пузырьки 2 выживает получается на самом деле это работает песня написали это статьи на этот на эту тему пока показывает что это работает позволяет использовать радиоспектр более эффективно проблему задачи которые смотрят в этой статье что система работала передачи передача передача передатчики в этой эксплуатной системе должен быть скорее синхронизирован как обычно делается есть лидер один из передача называется лидером и другие передачи последствия не слушают то что придет лидер это все и это все они синхронизируют синхронизируют свою передачу соответственно ну на самом деле это плохо работает масштабируется на большие сети и работает достаточно слава то есть для каждой надо разбить большой территории на ячейки внутри каждой ячейки есть по одному лидеру они сказали нет давайте все будут говорить и будут слушать и таким образом синхронизироваться то что они говорили что нету лидера есть лидер которого не назвали которого не назвали корень корень который передает передает такой базовую частоту а все узлы слушают и организовывать сами себя уровень это достаточно такой устойчивая система то никаких там петлей нету там и все остаются синхронизированы я покажу моделирование моделировали решетку 8 км на 8 километров помните был примерно четверть миллион этих устройств середине еще одна частота это уровень 0 там где было находился корень потом идеально узлы друг друга синхронизировать свои передачи используя другую частоту и уже вот здесь одна на восьмом и девятом уровне частота может быть использована снова черная частота то есть и кроме масштабирования они даже показали еще что на самом деле помогаетесь потому что у террее решение несколько лет назад они покрывали красная линия ту систему они прикладно они показывают и это уже не подвергнет настоящий поток не сочетательности технологии них была конфигурации 10 узлами 10 правильника придачи здесь как получатели способность увеличилась почти что три раз поскольку я уже сколько много времени буду говорить под лист таким деталям я просто быстро покажу в них славит особенно потому что моя личная область но других областях включают или области где я знаю лучше места ки-то не так на общем на уровне виде не понравились чуть меньше то есть составление расписание не знаю продается не имеете нет она на нет как есть эти статьи большей частью снимались как передавать передавать пакет или аппликации статья занималась похожим и та же самой есть база логарифм еще в 60-х годах который работает оптимально для одного ресурса если же вы есть много ресурсов которые когда у нас списание по оптимально уже нету и дальше тяжело то есть это статья на самом деле первая цена статья с тех же обсуждал уже из китая показывая как поднимается китай не было самое интересное здесь наверно то что опять же машинное обучение было использовано то есть они могли использовать нервные нервные сети чтобы полностью управлять придачей данных сети цены данных они их использовали для длинных потоков информации когда достаточно времени что понять не делать это только для выбора маршрута и приоритет для этих потоков не для скорости передачи а для коротких не было достаточно времени так что они используют даже не глубокую нервную сеть а нервные сети которые просто убирал то есть параметры альфа 0 1 2 3 в этом примере для но предыдущего алгоритм то есть они пытаются использовать кущий существующий алгоритм использоваться нервонный сет другой статья по ставление списаний также еще стало очень модно мерить мои потому что многие решения раньше предлагались на основе такие абстракт предположений вот определение чем докажут сейчас только стоит что такие статисты которые полностью посвящены измерениям то есть эта статья получил самую лучшую статью конференции она просто построила платформу для измерения где происходят пробки выборе пробки пакетов внутри интернета без какими операторами инфраструктуры то есть сама сам метод измерения задержки достаточно просто пакет который то есть какое-то время жить он умирает на ближнем конце этой линии сняющие два провайдера другой пакет слайд который живет чуть дольше создан годности его стекает на дальней конце линии правдер и устройство посылают ответы является задержкой результате 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 и показано что скажем с одного конца это вот отсоединение там карте лечка вот такая красная на дальнем конце компания ходим зеленый значит что периодически в течение показанной недели в каждом есть пронжекте времени когда большая задержка построили систему которая в мире представляют графический посмотрели что это не просто так задержка на может исходить только из-за того что пакет пробка застряли а что-то еще такое может быть теряется в это время на и способность падает что должна быть с пиратами и учили какие-то заключение как это акамай это пыталась ее понять и вот может даже немножко интересная статья во-первых она необычная в том смысле что она не замерите даже не из китая которая занимается сильно из 70 к статьи в этом году были написаны уже напрямую из китая как статья из пакистана благодаря то что двое студентов аспирантов не были студенты или пакистане короче они поедут штаты аспирантуру работающим в зелом пакистане тем может быть даже близко простым людям особенно молодым это методы методы цензуры сети есть разные способы как всякие правительства или компании которые вставляют блокируют блокируют доставки сетевых страниц запрашивающим тоже есть стандартные методы как это блокировка войти или местные какие-то решения пользователи которая хочет эту страничку видеть блокировали или там сплакаться инфраструктуру типа сетями анонимизации как то и что они в принципе хотели сделать мы не хотели делать без видовым пользователям потому что в россии еще страшно с тобой не разойдет если пойдешь и сможешь посмотреть на страничку который тебя не за счет смотрите вот на некоторых странах там сам пакистане видите серьезно у ленина здоровье человек так что они работают с тем как основан согласие пользователя не только шли на те страницы которых пользуетесь хотела сам увидеть и качестве или такой чтобы пободрить интерес они делают такую систему который загружает эти страницы блокированные страницы быстрее чем альтернативные альтернативные решения в принципе это они показали на этом графику пользы показано их не система позволяет загружать систему позволяет загружать станет быстрее чем скажем торги лантер другая другое решение еще много таких статьи которые смотрят на разные аспекты функции обычно как в раутах мерят как все это сливается какое-то одно место и я смотрю что происходит но поскольку раута не синхронизированы то картина может быть классический асинхрон так называемый алгоритм пытались использовать в настоящее время преодолеть и показали что давно и система мерит гораздо быстрее тысячи раз чем классический алгоритм здесь и красивый красивый картинка показали что есть в действительности есть какие-то там парты но скорости и 12 и 12 сильно коллеги карьеровано что если что-то нехорошее то же самое фарта 10 и 11 они размечают средних более места системой а другие и классические методики синхронизации слишком слабо если только здесь не рассеяли корреляции есть отрицательные корреляции как ничего не это наверное последняя статья по которой расскажу при час с проводной сети и сеть вообще используется сенсор равен сенсор используют только что там собрадуру померить скажем раз в час или раз в день а это же такие устройства как видеокамер как это большое количество информации из каждого сенсора то есть все должно быть 1 сот где-то далеко м работа на и изначально несмотря на то что основные способности интернет сейчас гораздо выше чем ранее участвует этого способности не хватает что делать когда и не хватает я не боюсь что все зависит от приложения слежки занятая улица идет разрываем его надо отследить что делать есть нету способности если вот на это что снижается то если решение решение проблемы способность просто снимать видео с меньшим количеством кадров в секунду то это весьма входящие если же уменьшать качество каждого кадра то здесь здесь качество самой системы наслежки получается 7 другой стороны другой стороны если расскажем такое приложение когда с телефона в тассе по сканируешь находится на столе то ситуация противоположная снижение снижение частоты кадров видео приводит быстро потери качества работы приложения с точки зрения качества можно качества каждого кадра уменьшить и при этом работает достаточно то есть они предложили такую общую систему которая предложила интерфейс и автоматически профилировать аппликации и реальный времени адаптировать это на самом деле особая категория потому что есть я не говорю про то что эти конференции во первых большая часть поддерживается достаточно большими выплатами каждого участника обычно и сами не платят я не плачу это все из рабочих работодатели обычно платят за поездки если большая часть денег но также еще есть спонсор то есть в этой конференции было 13 и все большие американские корпорации google microsoft amazon и тому подобное и обеспечивает финансовую поддержку очень красиво компании тоже стали предоставлять не знаю совпадение или нет но есть статьи по передаче опт у них нет какой такой весьма передовой научной идеи рассказывают люди из корпорации как они делают например как google соединяет свои соды по всему миру так что использует свою сеть который значит осуществляет очень большой загруженности в низовой большей задержки большей идеи нет но какая-то цель в этом есть чтобы люди поняли особенно в научном мире в которой они немножко удалены от научности что происходит чтобы сказать что происходит что что из-за всего это можно заключить из моего такого обзора статьи конечно не говорил про какие детали но то что машины учения прибыло в комитетные исследования комитетных сетей то есть мои спиртанских роды потом когда на конференции такой правой статью использовать машина обучения то скорее всего это статья была отвергнута сказанность потому что мы делаем науку на первых так называемых первых принципах понимаешь что происходит компьютер на сетях а не обладаясь какие-то там статистические догадки которые машина обучения позволяет сейчас поменялось включая на этой конференции уже было несколько статей я представил несколько других которые использовали машинное обучение в качестве методологии решений много интересных статьи была без проводной области и какие статьи я не буду повторять у меня с ними не такие научно фантастические интересные вот я закончу этим слайдом то есть точки зрения слайдов то есть все это все это находится в открытом доступе а лично или институтская подписка цифровой библиотеки и все можно это первая статья получишь статью здесь ссылка на слайды я использую свой собственный доклад здесь ссылка на youtube не можно посмотреть видеозапись все это интересно посмотреть самих авторов они меня которые просто пересказывают из того что я сам видел на видео это можно сделать не только для статьи и семинаров главный доклад дженек 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 что если есть интерес если не хочется ваша вообще экспозицию при конференции закончить этим часом то можно пойти и Если вы просто берёте в Google, в Яндексе или в сельхом 2018, то вы найдёте страницу. Иногда она правда не работает, так что надёжность не стопроцентная здесь. Но она там, она не блокируется, так что надо всё это посмотреть. И, наверное, на этом я прекращу управлять эту часть лекции. Время вопросов, так что спрашивайте, что хотите. Про то, что я говорил, и что-то ещё интересно. Опять же, я из достаточно необычной судьбы. Я окончил не эту, я это сразу в Америку, госпарантура, потом работал в протестском, потом что-то в Испании, где работал с гритоцентом, в областном МИИ. Так что, если есть какие-то вопросы, я могу ответить. Вопрос, наверное, вытекает сразу из того, что... Сказали, как вы себя зарекомендовали, что у вас получилось поступить в Америку? Ну, на самом деле, в лучших случаях, самое главное – это подать заявление. То есть, без этого никогда ничего не произойдёт. Конечно, как вообще во всем мире глобальной справедливости нигде нет. То есть, для них поступить легче, для них тяжелее, если кто-то учится студентам Стэнфорд, то наступить хороший университет легче, потому что репутация лучше. Но это, в принципе, везде в Аним случае. История была немножко такая личная в том смысле, что, когда я окончал, институт Совет только что развалился. Поэтому считалось очень непонятно, что произойдёт страной вообще. И многие из моих однокрупников, по сути, все евреи в моей группе, они уехали, большей частью, в Америку. Один из них, мой большой друг, сказал, «О, приезжай, просто запомнил заявление, денег тебе на экзамен нет, я заплачу, не волнуйся, это мелочи по американским понятиям». Так что, со мной это произошло, я поехал в Нидерси, там не все были не столь сильны, так что я понял, что я могу лучше, так что я прибрался в Техас. Не так сложно, но, опять, надо пытаться вообще, если есть интерес. Во-вторых, ну, конечно, это вопрос такой тяжелый, потому что надо как-то… люди, которые тебя нанимают, надо объяснять, ты понимаешь, аспиранты, объяснить, почему ты им нужен. То есть у них потребность есть, им надо делать науку, и они хотят, чтобы здесь выкатить знамы. То есть, конечно, если не говорить, не писать по-английски – абсолютная тоже проблема, потому что они хотят, чтобы человек не знает язык Англии. Математика полезна, и Россия в этом, я думаю, отличается хорошо. То есть, я не знаю, что сейчас месяц преподает. Но когда я, например, в штабе сказал, что мне тут на кафедре штифинг-машины учили теорию групп, они сказали, что у нас только математика будет не аспирант, которые преподают. Я думаю, математическая подкопка достаточно хорошая. Не только в России, а в Европе, в принципе, и вообще. И ситуация такая, что, мне кажется, клиенция, на самом деле, не столь еще большая. То есть, или это такая интересная стезиата, то есть это… Я бы не сказал, что невозможно, наоборот. То есть, многие американцы в аспиратуру не идут, многие не хотят… Ну, у кого есть таланты, то станут бакатами, юристами. То есть, когда я еще учил сообществом, они сранниками были и индийцы, и китайцы, и корейцы. Они в этой области. Может, были еще американцы, были искусственной интеллекцией, но все равно. То есть, они ищут глобальные таланты, просто подающие. Я думаю, даже сейчас, я думаю, так стало легче. То есть, когда я уезжал, было, то приведите через Техо и Нью, которые приезжали, да я видел. Вот, я думаю, сейчас гораздо так… Горазов легче. То есть, когда я подавал, мне эти не было электронной почты, правильно, для обычных людей. Так что я ехал через всю Москву, чтобы посадить электронное письмо в университетах. От приятеля, которые работают на американской банке. То есть, сейчас, конечно. С интернетом. Со всем доступом гораздо. Ближе с английским языком тоже. Посмотреть все, что хочешь на английском языке, мне надо учить английский язык старомонный. Так что образование, думаю, подождем. будет лучше. Более менее. Вопросы есть сейчас. Вообще отличается систему преподавания здесь? Ну, ну, система преподавания, конечно, отличается, но, я думаю, она изменяется везде. И в Америке больше шаги здесь. То есть, то, что мне говорят. То есть, когда мы приехали, Мария рассказала нам в субботу, что теперь нет факультетов, есть направление. Это было шокомедок для меня, ну, даже для всех, но они ходят на круг, которые никуда не уезжают. Так что это меняется сильно. Когда я уезжал, у нас были только областные экзамены. В Америке такого не было. То есть, все экзамены были письменные. Но, опять же, были исключения. То есть, я не знаю, как много истекущих, которые я не знаю, Эскеру Декстру. То есть, когда я уезжал из России, я знал только трех ученых в область информатики, Декстру, Хора, Ибета. Так что, мне, когда я тихо спребраться, ты так и счастливый, вы сработает с Декстрой. То есть, не работать, учиться. Я не знаю, у меня в два предмета. Но, не следует. Знаете, он, конечно, гений. Но он очень необычно. Аспирантов не берет, гранат не получает. Тех компьютеровый нет, потому что он говорит, что это науковоочисление компьютерами, как приложение, никакого отношения не имеют. Так что, у него хороший студент сейчас получает локер оценки. Он говорит, нет, я его не возьму. Но, что было интересно, что, во-первых, он все писал на доске. Тогда все-таки многие профессора уже используют славе. Если компьютер, то прозрачный. А во-вторых, у него был тоже личный экзамен. То есть, приходишь к нему, назначенное время, тебе полчаса, и ты с ним разговариваешь. То, что было, примите. То есть, я думаю, для… Наверное, медиа во-прежнему так же, да, у вас личный экзамен, встречаешься, получаешь вопросы, отвечаешь… То есть, для меня это было более… Обычно общаться с действием, хотя для других это было неожиданно. Живите перспективы. Еще вопросы? Тогда спасибо большое, Сергей, за выступление. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ